Коми Зарианская сказка «Вам не дам, дымоход у вас завалю-закрою, двери снаружи припру». Испугались встречи, говорят Йоме, что с собой поделать, отдадим дочку за твоего сына. Взяла Йома девушку и утащила к себе. А сына-то у нее, оказывается, никого и не было, просто она погубить девушку захотела. Притащила Йома девушку в свою избу и говорит, сходи-ка ты и постриги моих овец, мне для пряжи шерсть нужна. Пошла девушка встреч Йоминых овец, а по дороге зашла к знакомой старушке. «Куда ты идешь?» — спрашивает старушка. «Иду Йоминых овец встреч. Наверную погибель посылает тебя Йома», — говорит старушка. «У нее овцы, волки серые. Ну да я тебя научу, как быть. Как придешь в лес, залезь на дерево да крикни погромче. Овечки, овечки мои, собирайтесь поскорее, сами себя остригите, а мне шерсть оставьте». Девушка так и сделала. Пришла в лес, забралась на высокую гору и запела. «Овечки, овечки мои, собирайтесь поскорее, сами себя остригите, а мне шерсть оставьте». Тут прибежали серые волки и стали под елкой скакать, один другого когтями драть. Много шерсти надрали, а потом все разбежались. Собрала девушка шерсть в кучу и принесла Йоми. «Удивилась Йома. Вот дива, как от тебя не сели мои овечки. Ну теперь беги скорее к моим коровам, подой их и принеси мне молока». Пошла девушка разыскивать йоминых коров, а по дороге опять зашла к знакомой старушке. «Куда теперь тебя посылает Йома?» — спрашивает старушка. «Корову доить. А знаешь ли, что ее коровы — это медведицы лохматые. Как придешь в лес, залез на высокое дерево и крикни. «Коровушки, коровушки, собирайтесь поскорее, подойте себя сами, а мне молоко оставьте». Девушка так и сделала. Пришла в лес, забралась на дерево и стала медведиц кликать. На ее крик прибежали Йомины коровы, лохматые медведицы. Сами себя подоили, молоко в березовые тузьки, ведерки из березовой коры слили, оставили девушки, а потом разбрелись по лесу. Принесла девушка молоко, Йома глазам своим не верит. «Как же тебя мои коровушки не съели? Ну теперь беги скорее к моей сестре». И попроси у нее берестяное лукошко. А сама думает, не удалось мне ее погубить, так старшая моя сестра ее погубит. Побежала девушка к Йоминой сестре, а по дороге забежала к старушке. Дала ей старушка маслица до крупы, корзину с малой деревянный гребень, да брусок, и сказала, Йомина сестра такая же Йома. «Как придешь к ней, скажи, Йома, тетка, Йома, тетка, твоя сестра просит берестяное лукошко. Как почувствуешь какую беду, убегай поскорее. У двери петли маслом смажь, она и откроется. Кинутся на тебя Йомины птицы черные, ты им крупы брось, они и отстанут. Будет Йомина сестра догонять тебя, ты сначала гребень брось, потом брусок, а под конец и корзину со смолой». Пришла девушка к Йоминой сестре, спрашивает ее Йомина сестра, «Зачем пришла ко мне?» «Йома, тетка, Йома, тетка, твоя сестра просит берестяное лукошко». «А, лукошко, хорошо, да. Ты сядь отдохни, а я схожу в чулан. Лукошко тебе принесу». Зашла Йомина сестра в чулан и принялась точить зубы. Услыхала эта девушка, поняла, что беда горзит, да поскорее бежать. Бросилась к двери, а дверь не открывается. Догадалась она смазать петли маслом. Дверь сама собой открылась, выбежала девушка на улицу, а на нее со всех сторон накинулись Йомины птицы черные. Кричат, вот-вот глаза выкалят. Бросила она птицам крупы, они и отстали от нее. Побежала девушка как могла быстро. А Йома тетка наточила зубы, вышла из чулана, глядит, а девушки-то и нету. Бросилась она к двери, стала ругать ее. «Зачем?» выпустила. А дверь в ответ. «Зачем мне держать ее?» «Я тебе вот уже 40 лет служу, а ты ни разу еще мои петли не смазала». Выбежала Йома тетка на улицу и давай ругать птиц. «Зачем вы ее выпустили?» «Зачем ей глаза не выклюли?» А черные птицы в ответ. «Зачем нам ей глаза клевать?» «Мы у тебя вот уж 40 лет живем, ни разу ты нам не дала даже поклевать остатки теста из квашни». Села Йома тетка в ступу, толкачом погоняет, шумит, гремит по лесу, гонится за девушкой. Вот-вот настигнет. Бросила девушкой через плечо гребень и сказала «Гребень, мой деревянный, вырасти густым лесом. У меня позади, у Йомы впереди». Вырастут позади девушки, впереди Йомы густой-прегустой лес высотой до облаков. Билась-билась Йома тетка, искала-искала проход, не нашла. Нечего делать, домой за топором вернулась. Примчалась обратно с топором, прорубила тропу. А куда тяжелый топор девать? Прящет топор в кусты, а птицы лесные кричат ей. «Ты спрячешь, мы увидим, мы увидим, всем расскажем». Рассердилась Йома на лесных птиц. «О, остроглазый, все видит». Решила тетка Йома забросить топор назад. Бросила, упал топор возле самого ее дома. Опять погналась она за девушкой. Опять настигать ее стала. Тогда девушка кинула через плечо позади себя брусок и крикнула «Брусок ты, брусок, каменной горой, встань у меня позади, у Йомы впереди». И сейчас же позади девушки, впереди Йомы выросла большая каменная гора. Опять пришлось Йоме тетке возвращаться домой за топором. Схватила она топор, примчалась опять к каменной горе, «Давай пробивать мне проход». Пробила, а куда девать топор? Птицы уж тут как тут. Ту же песню поют. «Ты спрячешь, мы увидим, мы увидим, всем расскажем». Опять забросила Йома топор к своему дому и погналась за девушкой. «Вот-вот уже загонит ее, вот-вот схватит». Тогда кинула девушка корзину со смолой и крикнула «Корзина со смолой, смолиной рекой растетись, у меня впереди, у Йомы позади». А слова-то ей перепутала. Обе и девушка Йома очутились в смолиной реке. А в это время над рекой пролетала ворона. «Воронушка моя», — говорит девушка, «лети ты к моему отцу, к моей матери. Скажи ты им, что дочка их завязывала в смоле вместе со злой Йомой. Пусть возьмут трехпудовый железный лом, пусть возьмут огонь и бегут сюда». Прилетела ворона к старикам, села на оконце, передала им просьбу девушке, да не расслышали старики слов вороны. Ждала-ждала дочка помощи от отца матери, не дождалась. А в это время над головой ее пролетал большой ворон. «Ворон, ворон», — крикнула девушка, «скажи ты моему отцу, матери, что завязывала я в смолиной реке. Пусть ко мне на помощь спешат, пусть несут огонь, да лом тяжелый». Пролетел ворон к старикам, громко-громко закричал, «Курк, курк!» Ваша дочка от Йома убегала, да упала в смолиную реку. За ней Йома гналась и тоже увязывала в смолиной реке. Просит ваша дочка, чтобы бежали вы к ней на помощь, чтобы несли лом железный и огонь. У ворона голос был погромче, расслышали старики с старухой, схватили тяжелый железный лом, огонь, и побежали к смолиной реке свою дочку выручать. Увидала старика и старуху хитрой Йома, и еще издельки закричала, «Милые вы мои, вытащите нас отсюда! Собрались мы с вашей дочкой к вам в гости, да обе упали в смолиную реку. «Не верьте вы ей, не верьте», кричит дочка, «бежала она за мной погубить меня, съесть хотела!» Подбежал старик и железным ломом вбил злую Йому в смолиную реку. Потом развел огонь, растопил смолу и вытащил дочку. Вернулись они втроем домой веселые, радостные и стали жить вместе, как раньше жили.